В Казахстане планируют снизить цены на медицинские маски до 60 тенге. Минздрав сейчас ведет переговоры с производителями. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр ведомства Людмила Бюрабекова. Она также отметила, маски могут не носить люди с ограниченными возможностями и дети, у которых проблемы со здоровьем. Однако при себе надо иметь подтверждающие документы. Напомню, ранее министр травоохранения разрешил не носить маски детям до 5 лет. Остальным это делать обязательно. Штраф за отсутствие маски в общественных местах составляет 83 тысячи тенге. Рынки открылись и появилось сырье, но тем не менее оно все-таки подорожало. Министерство индустрии инфраструктурного развития, которое курирует фармацевтическую промышленность, нам предоставило данные о том, что сырье подорожало в 20, а то и в 25 раз. Поэтому стоимость масок уже не вернется к той цене, которая была ранее, 15 тенге. Но мы сейчас ведем переговоры с нашими производителями о том, чтобы снизить стоимость маски. И, возможно, в ближайшее время мы уменьшим стоимость в пределах 60 тенге. В Казахстане подготовили двухмесячный резерв лекарств. Он будет использован на случай очередной волны коронавируса. На это СК-формация потратила 24 миллиарда тенге. Препараты предназначены для лечения 100 тысяч пациентов. Об этом на брифинге в СЦК сообщил председатель правления компании Ерхат Искалиев. Он пояснил, резерв создан, чтобы избежать дефицита лекарств, с которым страна столкнулась в предыдущие месяцы. Прогнозы о количестве пациентов предоставили в Минздраве, уточнил Искалиев. Вместе с тем руководитель СК-формации прокомментировал новые полномочия об оптовом закупе лекарств и распределении по аптечным сетям. По его словам, этими функциями компания наделена до конца года. Временная мера будет касаться только дефицитных лекарств. Это возможность только интервенции на рынке. Она будет протекать до конца года. То есть это временная мера. И касается только соответствующих лекарств, остро-дефицитных. Будет проводиться мониторинг наличия КАС в каждом регионе с МПП, где будут сверяться остатки на складах дистрибьюторов, ста фонда Акимата и завезенной ССК-формации. Фактически мы будем видеть единую картину анализа реально необходимых лекарств. Минздрав Казахстана проводит расследование о несуществующих записях к врачам через систему ДомуМед. Больше всего таких фальсификаций нашли в Мангистаусской области, заявил официальный представитель ведомства Багдад Коджи Ахметов. Напомню, ранее в соцсетях Казахстан начали жаловаться на то, что обнаруживали в мобильном приложении записи к врачам, которых они не делали и даже не планировали. После проверки в системе нашли 13,5 тысяч приемов, которых по факту не происходило. Эти посещения оцениваются в 75,5 миллиона тенге. Представитель Минздрава уточнил, помимо Мангистаусской области, массовые фальсификации Минздрава обнаружены также в Североказахстанской области и в Алматы. Коджи Ахметов пообещал, что позже будет сказано, какие именно медорганизации злоупотребляли подобными записями и также все деньги, которые направлены из фонда Медстрахования на посещение врачей, возвращены уже в трехкратном размере. Более 1 миллиона тенге заработали на нелегальной продаже лекарств в Шимкенте. Двух нарушителей удалось установить сотрудникам городского департамента экономических расследований. В первом случае мужчина продал жителям 51 упаковку таких препаратов, как ингаверин, азитромицин, диксаметазон и другие. Из его машины изъяли еще 466 упаковок различных лекарств. Вторым нелегальным аптекарем оказалась женщина. Она смогла заработать более 640 тысяч тенге на продаже меропенема, диксаметазона и гепарина. Ей удалось реализовать 110 упаковок. И все это без лицензии и без каких-либо разрешений. Материалы уже переданы в Департамент контроля качества безопасности товаров и услуг по Шимкенту, и нарушители будут привлечены к ответственности. В Алматинской области смягчили карантинный режим, запустили общественный транспорт. Автобусов на маршрутах стало больше, и при этом их заполняемость не должна превышать количество посадочных мест. А все пассажиры должны быть в масках. Также продолжают работу рынки на открытом воздухе. Зоны отдыха на побережье Алаколя, Балхаша и Капшагая могут принимать туристов по броне. Допускаемая 50% заполняемость туробъектов. На сегодня в области зарегистрированы более 4,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Прирост заболеваемости не превышает 2%. Насчет локдауна на выходные дни, это все зависит от эпидемиологической ситуации в районах и в городах области. Если эпидситуация снижена, если она стабильна, то локдауна скорее не будет. Это решает каждый район сам. Есть 198 нарушений. Последние два случая было в городе Талткурган. Делали Кудалк и делали Озатутой. В Жамбылской области из 4 тысяч больных коронавирусом 80% уже выздоровели. По информации областного управления здравоохранения, эпидситуация в регионе стабилизировалась. За последнюю неделю показатели ковид снизились на 1,2, пневмонии на 2,6%. Наряду с этим сократилось число вызовов скорой помощи. Сейчас в регионе в инфекционных стационарах лечится 168 пациентов, в провизорных осталось 268 человек. Специалисты надеются, что положительную динамику удастся сохранить. Учитывая сложившуюся ситуацию, мы закрыли 820 коек из 2030. Планируем использовать их для планового лечения пациентов. Оставшийся коечный фонд будет работать до полной стабилизации эпид-обстановки. По мере снижения заболеваемости постепенно будем упрощать карантинные меры. Тем временем жамбулские предприниматели выделили 400 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом. Благотворительную инициативу поддержали около 100 местных производителей. На собранные деньги бизнесмены закупили необходимые лекарства, медоборудование. Их уже распределили по всем районам. В планах у меценатов также помочь молодым. Примерно 127 миллионов тенге в Акиматах уже готовят списки тех, кто нуждается. Районные предприятия помогают местным больницам, где не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких, где-то масок и прочих медицинских принадлежностей. Предприниматели закупают в счет собственных средств. Инициатива будет продолжена. Звонки продолжают поступать от бизнесменов, желающих помочь. Более 2 миллионов 200 тысяч казахстанцев получили единовременную выплату в связи с потерей дохода в период карантина. Большая часть из них доплата уже начислена и за две недели августа. Сумма за продленный карантин составляет 21 250 тенге. Казахстанцам, получившим единовременную выплату в июле этого года, доплата в связи с продлением карантина назначается автоматически. Подавать заявки повторно не нужно. Гражданам, впервые отправившим заявление, доплата назначается автоматически за полтора месяца. Это 63 750 тенге. Прием заявлений продолжится до 1 сентября. Продолжение следует... Субтитры предоставил DimaTorzok На момент начала тушения огнем была объята уже вся крыша жилой постройки. Часть пламени уже успела перекинуться на соседний дом. В сгоревшем доме обнаружили тела детей 9 и 5 лет. Чуть позже нашли и труп 32-летнего главы семьи. Супруги в это время дома не было. Причины пожара обстоятельства выясняют. В огне, значит, с учетом данных трупов, троих тел, погибло уже 28 человек. Что говорит о том, что возросло количество погибших людей в огне. В основной причиной пожара это неосторожное обращение с огнем. В Алматы ликвидирована крупнейшая в истории страны нарколаборатория. В ходе обыска там обнаружено 55 килограммов синтетического наркотика, медофрона. На черном рынке стоимость изъятой партии около полутора миллиардов тенге оценивается. В лаборатории, которая находилась в коттедже, расположенном на территории Илья-Латавского национального парка, также найдены крупные суммы денег и огнестрельного оружия. Еще различные химические реагенты, их запасы позволили бы изготовить еще 30 килограммов наркотиков. Организаторы преступного бизнеса задержаны. Это двое граждан Казахстана. Они во дворины в изолятор временного содержания. Им грозит до 15 лет с конфискацией имущества. Производимый наркотик, по их словам, пользовался популярностью среди покупателей крупных городов, поскольку по чистоте и по качеству он не имеет аналогов. В Актюбинской области задержан 40-летний мужчина, перевозивший крупную партию наркотиков. Его автомобиль стражи порядка остановили на трассе Самара-Шимкент. Во время осмотра в салоне они обнаружили около 5 килограммов марихуаны. Выяснилось, что наркотики житель Байганинского района вез из южных регионов страны и планировал сбыть их на территории области. Сейчас мужчина, управлявший автомобилем, находится в изоляторе временного содержания. Двое его пассажиров под подпиской о невыезде. Всего с начала года полицейские изъяли 112 килограммов наркотиков. Это больше, чем в прошлом году. Сейчас на территории региона проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Хара-Сора-2020». По данному факту начато судебное расследование по статье 296-й ч. 4-й незаконное хранение перевозка наркотических стритов в особо крупных размерах. С начала данного ОПМ было выявлено 75 наркопароновых нарушений. Из них один факт содержания притона, четыре факта сбыта наркотиков, семь фактов культивирования и 61 уголовных проступков. Турция прекращает авиасообщение с Казахстаном. Турецкие власти сообщили компании «Эйрастана», что в течение двух недель въезд в страну для наших граждан будет запрещен. В авиакомпании подтвердили, что два часа борт «Эйрастана» не мог получить разрешение на вылет по маршруту Алматы-Стамбула-Алматы. Причина – звонок от авиационных властей Турции, которые запретили вылет самолета. Причем воздушное судно в этот момент выруливало на взлетно-посадочную полосу. Спустя час вышло официальное письмо. Согласно письму, запрет на выполнение рейсов распространяется на рейсы из Ирана, Афганистана и Казахстана. В авиакомпании удалось получить разовое разрешение на завершение рейса со 101 пассажиром на борту. Следующий регулярный рейс по данному маршруту запланирован на сегодня. И данный запрет без заблаговременного уведомления, несомненно, повлечет за собой серьезную задержку и неудобства для наших пассажиров. Казахстанские студенты, обучающиеся в российских вузах, не смогут временно попасть на территорию России. Об этом на официальной странице Facebook сообщило посольство Казахстана в России. Подобная ситуация с временным закрытием въезда из-за пандемии коронавируса сложилась сегодня в большинстве стран мира, объяснили в посольстве. Дипломаты призвали студентов с пониманием отнестись к форс-мажору и не поддаваться панике. Ответ от российской стороны о дальнейшем разрешении ситуации в посольстве надеются получить на следующей неделе. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире достигло почти 19 миллионов. Резко выросло количество новых заражений в Европе. В Испании, где карантинные меры начали облегчать в июне, за сутки инфекция подтвердилась у более 1700 человек. Местные власти признали, что королевство накрыла вторая волна коронавируса. Тем временем в соседней Франции рекордные показатели за последние два месяца – 1695 новых случаев за 24 часа. Из-за роста числа заражений власти города Тулуза обязали граждан носить маски на улицах и в парках. Такую же меру предлагают ввести в Париже. Рекордно высоким остается уровень заболеваемости в Бразилии – более 50 тысяч человек в сутки. Между тем президент страны Жейр Болсонару подписал указ, согласно которому на закуп вакцины выделят свыше 350 миллионов долларов. По его словам, бразильцы будут провакцинированы уже к декабрею и либо к январю. В испанском городе Аран-Даде-Дуэро власти вводят жесткий локдаун из-за ковид. По их информации, вирус в регионе распространяется стремительными темпами. Только за последние сутки там зафиксировали более 200 случаев заболевания ковид. При этом большинство людей заразились на встречах с друзьями либо на семейных вечеринках. Отмечу, локдаун будет действовать, пока не улучшится эпид-ситуация. Уезжать из города можно только по работе, либо для получения медпомощи. Напомню, с начала эпидемии в Испании вирус подтвердился у свыше 310 тысяч человек. Более 28 тысяч людей не смогли с болезнью справиться. Режим ЧП, объявленный в Армении, 16 марта продлят еще на месяц, заявил комендант страны Тигран Авинян. Все это время в республике запрещены митинги, собрания. С мая вместе со снятием запрета на передвижение действует обязательный масочный режим. Число носителей ковид в республике приближается к 40 тысячам. Суточный прирост накануне составил 166 случаев. В тяжелом состоянии на данный момент в стране находятся 350 человек. Это почти в два раза меньше, чем в пик пандемии, заявил министр здравоохранения Арсен Тарасян. Поэтому идет сокращение койко-мест, необходимых для госпитализации больных с ковид. Правительство называет ситуацию, связанную с распространением коронавируса, серьезной и призывает граждан не расслабляться и продолжать носить маски. Комендант страны анонсировал скорое снятие ряда ограничений, введенных в период ЧП. Будут пересмотрены возможности въезда иностранных граждан, ряд ограничений на экспорт определенных товаров, вопросы проведения митингов и проведения общественных мероприятий. И весь пакет этих вопросов, конечно, будет зависеть от эпидемиологической ситуации, от того, будет ли сохранена положительная динамика, а также прямо от того, соблюдаем ли мы установленные комендатурой правила. Проблема заключается в том, что эта позитивная динамика принесла с собой и плохие вести. И плохая весть в том, что даже невооруженным глазом видно, что граждане начали воспринимать это снижение показателей, спад распространения болезней, как повод к несоблюдению противоэпидемических правил. Многим кажется, что коронавирус побежден, но это совершенно не так. Мировые цены на еду растут второй месяц подряд. Продовольственные товары в июле подорожали на 1,2% в сравнении с месяцем ранее. Об этом говорится в отчете ООН. Так, стоимость растительного масла увеличилась на 7,6%. Молочная продукция на 3,5%. Сахар на 1,4%. Отмечу, в декабре прошлого года цены на продовольствие достигли максимума за 5 лет. Рост цены эксперты связывает со снижением производства и нехватки рабочих. Из-за вспышки коронавируса пострадали многие секторы экономики. Особенно кризис ударил по предпринимателям. Поэтому некоторым бизнесменам пришлось сократить рабочие места. Всеафганский совет, старейшин, соберется в Кабуле для решения вопроса об освобождении последних 400 талибов. Это единственное оставшееся условие для начала переговоров между афганским правительством и движением Талибан. Ранее президент страны Ашраф Гани заявил, что Конституция не позволяет правительству освободить этих людей, поскольку они совершили особо тяжкие преступления. Поэтому последнее слово остается за советом. Ожидается, что заседание продлится три дня. В нем примут участие более 3000 представителей этноплеменных групп страны. По соглашению с заключенным в конце февраля в Катаре между США и талибами, межафганские переговоры должны начаться после того, как правительство освободит 5000 пленных талибов. По французскому Гаври вооруженный мужчина, захвативший шестерых заложников в отделении самого крупного кооперативного банка Франции, сдался полиции. Об этом сообщают местные СМИ. Захватчик удерживал людей около шести часов. Одному из заложников удалось сбежать. Остальных подозреваемый после переговоров с правоохранителями отпустил сам. Пострадавших нет. Нападавшим оказался 34-летний мужчина с психическими расстройствами. По словам полицейских, его требования были непонятными. Мужчина пришел в банк не с целью ограбить, а с целью привлечь к себе внимание. В ЦИК Казахстана завершили аккредитацию международных наблюдателей за выборами в Сенат. По представлению Министерства иностранных дел аккредитованы пять наблюдателей от Совета сотрудничества тюркоязычных государств. Два представителя посольства Азербайджана и по одному представителю посольств Кыргызстана, Узбекистана и Турции. Также направлены письма приглашений и соответствующие ноты для наблюдения за выборами в такие международные организации, как СНГ, МПА СНГ, Тюркпай, ШОС. Помимо этого МИД Казахстана аккредитовал 143 представителя иностранных СМИ, которые, согласно закону, могут наблюдать за выборами наравне с международными наблюдателями. Сейчас небольшая реклама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Мы на этом закончим. Я напомню, носите маски, соблюдайте дистанцию. До скорого.